Узнавайте самую свежую информацию о жизни Пушкинского городского округа в нашем блоке «Время новостей». Прямо сейчас. Неделя подошла к концу, а это значит, что пора подвести ее итоги. Вы смотрите программу «Время новостей» на Пушкинском телевидении. В студии Мария Лихобабенко и сначала коротко о главном. Завалило снегом первый день зимы дорожные службы округа встретили усиленным режимом работы. Самым любимым и родным в городском округе Пушкинский поблагодарили мам за труд. В лектории торгово-развлекательного центра «Акварель» прошла деловая встреча с бизнесом муниципалитета. Что обсуждалось, расскажем. Депутаты городского округа Пушкинский обсудили планы работ. В Ивантеевке состоялось 10-е заседание окружного совета депутатов. «Единой России» 20 лет. Результаты работы партии и планы на будущее обсудили в Пушкино. Припарковался на месте инвалида, ищи машину на спецстоянке. Сотрудники ГИБДД провели рейд в преддверии Международного дня инвалидов. Стоп-гаджет. Сотрудниками ГИБДД при участии администрации округа была проведена такая акция в Пушкино. Получили свои первые паспорта. Торжественное вручение главного документа прошло в Пушкинском ЗАГСе. В Интернациональном доме дружбы состоялся финальный этап конкурса на лучшее знание традиций, обычаев и культуры народов, проживающих на территории Московской области. Театр моды в Красноармейске. 28 лет. Непрерывные работы, показов и отличных результатов. В первый день зимы в Подмосковье выпала треть месячной нормы осадков. В связи с этим все дорожные службы округа переведены на усиленный режим работы для своевременной уборки снега. Более 100 работников городских хозяйств и порядка 50 единиц техники убирают снежные навалы с проезжих частей, пешеходных дорожек и автобусных остановок. Сотрудники управляющих компаний расчищают придомовые территории и подходы к домам. Для безопасности все дороги обрабатывают песко-соляной смесью. Работы продолжаются ежедневно. 28 ноября в округе отметили День матери. В Доме культуры Пушкина организовали выставку с историями многодетных семей. Максим Красноцветов поздравил всех мам и вручил благодарности и почетные грамоты. Чем еще запомнился этот праздник, смотрите далее. Самый трогательный семейный праздник в честь самых добрых, заботливых и любящих. День мам в городском округе Пушкинский празднуют душевно и с благодарностью к хранительницам домашних очагов. Центральная площадка в Доме культуры Пушкина. Фойе ДК – путешествие по домашнему архиву. Здесь истории многодетных семей, их традиции и частички уюта. Того самого, что так заботливо создают мамы. Глава городского округа Пушкинский Максим Красноцветов знакомится с выставкой. Видите, какие у нас ценности есть? Есть более современные грамоты, есть более старые. Более 20 лет в России отмечают День матери. Еще один прекрасный повод – поблагодарить любимых женщин. Желаю вам, конечно, счастья, легкого здоровья и всего самого-самого хорошего. А самое главное, желаю вам, чтобы в ваших домах всегда звучало яркий, добрый, звонкий, детский семей. Праздник! Сегодня чествуют многодетных мам и мам, которые воспитывают приемных детей. Максим Красноцветов награждает их почетными грамотами и благодарственными письмами. Секрет успеха у каждой многодетной мамы свой. Но ключик, к счастью, всегда один – любовь, забота и поддержка близких. Как, например, у семьи Большаковых. Сегодня на праздник они пришли всей своей дружной семьей. Многодетной мамой, вы знаете, это просто большое счастье, это великий дар. Я даже вот стихи тут написала, что многодетная мама – это много задач у тебя, но ты одновременно успеваешь все. Вот. Также я еще врач, я успеваю лечить, учить, убирать, готовить. И вот все в этом духе. Потому что чем больше у тебя обязанностей, тем быстрее ты делаешь распорядок дня. Это большое счастье, все помощники по мере возрастания. О семейном древе и предметах семейного быта с гордостью рассказывает Маргарита Морозова. Главная ее радость, конечно, семья и дети – четверо сыновей и лапочка-дочка. Это непросто, но это приятно, это нужно. Это здорово. Когда один в семье ребенок, он требует больше внимания. А когда появляется второй, двое уже заняты друг другом. Появляется третий, они уже возятся с третьим и так далее. Дети помогают, играют друг с другом. Девочка вообще разбавила мальчишескую компанию, потому что с ней не надо делить игрушки, у нее другие интересы. Чествуют сегодня и матерей, которые потеряли своих сыновей, отдавших жизни во время службы в горячих точках. Слова благодарности всем мамам, говорит благочинный церквей Ивантеевского округа Иоанн Монашек. И мы в этот великий праздник Дня Матери, мы должны вспомнить своих матерей, тех даже, которые, может быть, уже ушли из этой жизни в жизнь вечную. Но они все равно там в вечности, они молятся за нас, и через молитву мы с ними объединены. И для всех гостей праздника выступают творческие коллективы со всего городского округа. Мама, ты храни радости и света, мама. Мама, твоим теплом земля согрета, мама, мама, мама. Людмила Ермакова, Сергей Денисов, Мария Барсукова. Новости Большого округа. Национальный проект «Производительность труда. Меры поддержки промышленных предприятий. Содействие выходу предприятий Подмосковья на иностранные рынки товаров» и многое другое обсудили на деловой встрече с представителями бизнеса округа Пушкинский 1 декабря. Подробности в сюжете. Деловая встреча с представителями крупных предприятий округа состоялась 1 декабря в лектории торгово-развлекательного центра «Акварель». Инициатором мероприятия выступило Министерство инвестиций, промышленности и науки Московской области. На встречу пригласили более 50 предприятий. Участие в ней принял и первый заместитель главы округа Андрей Морозов. Мне кажется, такая форма встречи довольно-таки продуктивна, потому что позволяет узнать о мерах поддержки сразу же в режиме онлайн вопросы, озвучить свои и получить в режиме онлайн ответа. В первую очередь на встрече рассказали о механизме вступления в национальный проект «Производительность труда». Его цель – обеспечить к 2024 году темпы роста производительности труда на средних и крупных предприятиях базовых несырьевых отраслей экономики не ниже 5% в год. Имеется в виду обрабатывающее производство, сельское хозяйство, транспорт, строительство и торговля. Например, чтобы стать участником проекта, выручка предприятия должна быть от 400 миллионов рублей за год. После прохождения процедуры очного обора заключаются два соглашения. Одно соглашение с Министерством инвестиций науки и промышленности, как раз где прописан критерий вот этих 5%, то есть и то, что предприятие берет на себя обязательство участвовать в проекте 3 года. И второе соглашение подписывается непосредственно с региональным центром компетенций, в котором указываются те мероприятия, которые мы будем осуществлять на производстве. Их больше 40, и каждая из них закрывается официальным документом. Также на встрече рассказали о мерах поддержки промышленных предприятий Московской области, о мерах поддержки Фонда внешнеэкономической деятельности. Последней, но не менее интересной темой стало привлечение осужденных к принудительным работам. Например, это могут быть неплодельщики алиментов. На предприятиях открывают исправительные центры, а количество привлеченных к работе осужденных должно быть не менее 50 человек. То есть осужденный, он проблемный дарик, принудитель работы, он не может отказаться от работы. То есть он будет работать в случае нарушения, сразу ему заменяют на лишение свободы. После встречи представители бизнеса могли задать свои вопросы любому из спикеров. Евгения Коломис, Владимир Парфенов, Яков Глейзер, Пушкинское телевидение. В Ивантеевке состоялось 10-е заседание окружного совета депутатов, на котором народные избранники обсудили планы работ на 2022 и 2023 годы. Какие еще темы затронули на встрече, расскажем. С начала отопительного сезона на Котельной в поселке Софрино-1 произошло более 20 сбоев подачи горячей воды. Проблему на личный контроль взял Максим Красноцветов. Выход уже найден. Объект передали муниципальной организации Ивантеевская теплосеть. Глава городского округа Пушкинский комментирует это решение на 10-м заседании окружного совета депутатов. На сегодняшний день мы провели также комиссию по чрезвычайным ситуациям и по этой статье будем финансировать необходимые работы, которые в течение декабря, начала декабря приведут к тому, чтобы этот объект на сегодняшний день работал без перебоев и снабжал теплоснабжением микрорайон Софрино-1. Я считаю, данное решение взвешено, достаточно правильно и обоснованно. Это решение Максим Красноцветов прокомментировал в рамках обсуждения проекта бюджета городского округа Пушкинский на 2022 год и плановый период последующих двух лет. Стороной не обошли и другую тему – программу реновации жилья в объединенном округе. Вопрос будут прорабатывать на каждой территории отдельно. Сейчас глава округа отмечает самые сложные очаги в Ивантеевке, на которые в первую очередь обращают внимание. Одно из условий, которые мы ставим перед инвестором, для того, чтобы жители, проживающие на улице Школьник и улице Первомайской, в первую очередь вошли в этот проект. Все, что касается Пушкина, на сегодняшний момент мы прорабатываем, активно прорабатываем вопросы, касаемые реновации. Потому что там процесс более сложный, там больше ветхого и больше аварийного жилья, которое подлежит расселению. И там более глобальные задачи, которые стоят в первую очередь перед инвестором. Всего за время заседания депутаты рассмотрели более 20 вопросов. Большинство решений по повестке дня были приняты единогласно. Иван Чинаев, Сергей Денисов, Мария Барсукова. Новости Большого округа. Единая Россия отметила свой юбилей. В Пушкину собрались представители партии, чтобы обсудить итоги деятельности и план работ на будущее. Как прошло мероприятие, смотрите далее. 1 декабря исполнилось 20 лет со дня создания Всероссийской политической партии «Единая Россия». В честь этого в Пушкина поздравили старейших членов партии Бориса Клюева и Наталью Куприянову. Исполнительный секретарь местного отделения партии Михаил Ждан вручил им почетные грамоты. Наталья Петровна, вот хотелось бы еще отметить вас грамотой Московской областной думы от председателя Игоря Юрьевича Бронсавова за личный вклад в повышение авторитета политической партии «Единая Россия». Я вас побравлю. Спасибо большое. Представители партии собрались вместе, чтобы подвести итоги этих лет, обсудить текущие проекты и наметить планы работ на будущее. Некоторые поделились своей историей и рассказали о том, как стали членами партии и что это им дало. До того, как я устроилась на работу в «Единую Россию», у меня общественная деятельность была моим хобби. На данный момент это мое основное направление, основной вид деятельности. Что мне это дает? Мне это дает самореализацию. Сколько бы ни было негативов в адрес партии, я вижу изнутри, сколько мы делаем своими силами, привлекаем неравнодушных людей. И сейчас за последний год все больше и больше людей к нам тянется и участвует с нами в наших проектах. Для местного отделения «Единой России» приоритетом было и остается повышение качества жизни жителей округа. Успешно справляться с этой задачей помогают именно проекты. Их в нашем округе реализуется 15. Все они направлены на разные области жизни. Это экология, благоустройство, спорт, культура и многое другое. Проектную деятельность также обсудили во время беседы. Примечательно, что в этот день были не только самые старейшие члены партии, но и молодое поколение. За 20-летний период было очень много позитивных поводов, которые мы сегодня с партийцами, с нашими обсуждаем. Хотелось бы всех пожелать продуктивной дальнейшей работы, для того, чтобы именно качество нашей работы, работы депутатов фракции не падало, а наоборот набирало только оборот. Мария Лихобабенко, Антон Орловский, Яков Глейзер. Пушкинское телевидение. Сейчас мы ненадолго прервемся. Далее мы расскажем, какие мероприятия были проведены сотрудниками ГИБДД. Как прошел финал областного конкурса «Знакомство с народными традициями Подмосковья» и как проходят занятия коллектива театра «Мода Фантазия». Реклама пройдет быстро, не переключайтесь. Продолжение следует... ...в помещениях с газовым оборудованием, привлекать к газоопасным работам организации без специального разрешения. Нарушение этих правил приводит к необратимым последствиям – пожару, потере здоровья или даже жизни, экологическим катастрофам. Не оставайтесь безучастными, спасите себя и свою семью. Заключите договор технического обслуживания и установите датчик контроля загазованности. Подайте заявку на портале «Добродел» на сайте Министерства энергетики Московской области, сайте АО «Мособлгаз» по телефону или в офисе обслуживания клиентов. Продолжает работу магазин при Пушкинском мясном дворе. Здесь вы сможете купить свежее мясо по вкусной цене. Например, окорок свино всего за 299 рублей за килограмм. Адрес магазина – город Пушкино, улица Соколовская, владение 23. Часы работы ежедневно с 9 до 18. Также есть отдел заказов по телефону 8-910-824-98. Пушкинский мясной двор – всегда свежее мясо. Хочешь стабильный и быстрый интернет? Подключай полный пакет услуг от компании Кросс. Больше 140 цифровых каналов, стабильный безлимитный интернет. И это все за 650 рублей в месяц. Подключим бесплатно и быстро. Позвони и получи роутер в подарок. Компания «Леруа Мерлен Пушкина» приглашает сотрудников на работу на вакансии. Продавец-консультант, кассир-консультант, специалист отдела логистики. Официальное трудоустройство, расширенный соцпакет, дружная команда. Мы ждем тебя! 8 800 700 00 99 Компания «Радиотелестрой» вот уже 20 лет оказывает услуги кабельного теления. Мы предоставляем нашим клиентам 50 телеканалов в аналоговом сигнале и 155 телеканалов в цифровом формате. Стоимость услуги составляет всего 140 рублей в месяц. Более подробную информацию вы можете узнать по телефону или на нашем сайте. В преддверии Международного дня инвалидов сотрудники ГИБДД провели рейд, в рамках которого выявили машины без специального знака, припаркованные на месте инвалидов. На всех парковках общего пользования не менее 10% мест должно выделяться для автомобилей, которые принадлежат инвалидам. На таких местах запрещена стоянка и парковка автомобилей, которые не имеют специального разрешения. Однако многие автолюбители ставят туда свои машины, при этом они сильно рискуют. Автомобиль могут эвакуировать на спецстоянку и еще придется заплатить штраф 5000 рублей. И услуги эвакуатора. Несколько автомобилей с улицы Крылова и Московского проспекта отправились на спецстоянку. 2 декабря сотрудники ГИБДД провели акцию, которая приурочена к Международному дню инвалидов. Ее цель еще раз напомнить о том, что парковочное место для людей с ограниченными возможностями здоровья отведено не просто так. Оно удобно для выхода из машины и близко расположено ко входу в здание. Помните, что занимая чужое место, вы не только нарушаете закон, но еще и причиняете дискомфорт инвалидам. Об этом стоит думать не только 3 декабря. И еще одно мероприятие, которое провели сотрудники ГИБДД. 29 ноября в Пушкино прошла акция «Стоп гаджет». Что это такое, смотрите далее. Ошибки восприятия, потери концентрации внимания, усталость. Все это может повлиять на действия водителя и привести к аварии. Сопутствующим фактором повышения риска является отвлечение внимания. По данным ВОЗ, разговоры по мобильному телефону во время движения повышают риск попадания в ДТП примерно в 4 раза. Если водитель пишет или читает сообщения, риск ДТП возрастает более чем в 20 раз. Поэтому администрацией муниципалитета совместно с сотрудниками ГИБДД была проведена акция «Стоп гаджет». У нас проводится операция «Стоп гаджет». Просто хотим напомнить вам, что управлять разным средством, нужно пользоваться не по телефону разговаривать, а беспроводной связью. Внимаю. Знаете, да, об этом? Конечно. Соблюдать продажу движения? Да. Всего доброго, счастливого пути. Спасибо. До свидания. Главная цель акции – повышение уровня информированности всех участников дорожного движения об опасности использования гаджетов. Сотрудники ГИБДД проводили разъяснительные беседы, а также выписывали штрафы за разговоры по телефону за рулем. Водителю во время движения запрещается пользоваться телефоном, не оборудованным техническим устройством, позволяющим вести переговоры без использования рук. Разговоры по телефону во время управления машиной неудобны и опасны, поэтому стоит пользоваться специальной гарнитурой или синхронизировать сотовый телефон с аудиосистемой автомобиля. Мария Лихобабенко, Владимир Овсяников, Яков Глэйзер. Пушкинское телевидение. Главный документ гражданина Российской Федерации – это паспорт. И первый раз его вручают в 14 лет. Каждый месяц в Пушкинском ЗАГСе проходит такое торжественное мероприятие. Теперь настал черед тех, кто родился в ноябре. От звуки гимна они ощущают себя взрослее. В жизни подростков начался новый этап. Я с радостью поздравляю вас с этим прекрасным праздником – вручением паспортов. Запомните этот день. Сегодня прекрасная погода. Рядом с вами нужные вам люди, ваши близкие. Как здорово смотреть, что они проводят этот праздник вместе с вами. Я желаю вам покорения новых вершин. Желаю творческих успехов. Не забывайте о своих родных. Цените, любите, а также с почетным, с гордостью носите звание гражданина Российской Федерации. Памятный адрес, конституция, цветы, а главное – паспорт. 14-летние подростки выходят за главным документом гражданина как за заслуженной наградой. Первый паспорт вручают в торжественной атмосфере. Это событие ребята запомнят надолго. Теперь начинается их взрослая и осознанная жизнь с правами и обязанностями. Получение паспорта – это действительно знаменательное событие, потому что паспорт – это символ гражданства, который вызывает чувство гордости за принадлежность к своей родине, к земле, на которой вы родились. После торжественного вручения ребят ждала викторина «Что ты знаешь о паспорте?». В ней вопрос о главном документе, сколько страниц в паспорте, когда надо его менять, с какого возраста он бессрочный и многие другие. Ребята готовились, многим информацию рассказывали родители или учителя на уроках общества знания. В конце мероприятия традиционное поздравление от артистов Дома культуры «Строитель». Валерия Кондрычина, Анастасия Спирина, Антон Орловский, Яков Глэйзер, Пушкинское телевидение. Формирование гражданского самосознания и духовной общности народов, живущих в Подмосковье, а также сохранение исторического наследия этих народов – такие задачи у областного конкурса «Знакомство с народными традициями Подмосковья». 27 ноября состоялся его финальный этап. Что ждало участников, расскажет Евгения Коломийц. В период с 6 по 27 ноября Главное управление социальных коммуникаций Московской области проводило конкурс «Знакомство с народными традициями Подмосковья». Появился он три года назад. Конкурс состоит из трех этапов. Первые два были в онлайн-формате. И это не связано с пандемией, так изначально задумано. На первых двух этапах нужно было ответить на 50 вопросов в каждом. Цель – это изучение и знакомство с традициями народов, проживающих на территории Московской области. Потому что конкурс посвящен не только истории Московской области, но и традиции таджиков, узбеков, украинцев, белорусов, русских. Посвящен, тем не менее, посвящен истории Московской области, достопримечательности, в общем, Великой Отечественной войне. Финал конкурса состоялся 27 ноября в Пушкинском интернациональном доме дружбы. Всех участников поделили на три возрастные категории. Это дети – от 17 до 25 лет и от 26 и старше. Ответить было необходимо на 25 вопросов. У нас в Доме дружбы есть все для того, чтобы такой конкурс прошел именно на нашей территории. У нас работают национально-культурные автономии, у нас оформлены этнические гостиные. Ну а где, как не в таком антураже, проводить конкурс традиций народов в Подмосковье? Правда? Это просто замечательно. Если первые два этапа были как тесты, то на финале смешанный формат. Есть вопросы с вариантами ответов, а есть открытые. Это касается двух категорий. У детей все вопросы были с вариантами. Кроме того, им нужно было еще отгадывать загадки. Скажите, как вам конкурс? Сложно ли было отвечать на вопрос? Нет. Мне было чуть-чуть сложно. Я думала, потому что я чуть-чуть не знаю традиций. А какие были вопросы? Разные. Ну какой запомнил самый интересный? Мне понравилось какое самое могучее дерево. И какой ты ответила? Я ответила, что самое это могучее дерево. Могучее. Могучее Ива. В этом году на первом этапе зарегистрировались чуть более тысячи человек. Из них во второй прошли порядка 500. На финальном этапе осталось 30. В Дом дружбы смогли приехать не все, только 22 участника. Те, кого не было, получат по электронной почте сертификат участника. Там и про войну, и когда наступили матрешка, платок, какие самые там сельское хозяйство, где у нас. То есть, вот вроде ты знаешь, где самолету проводят вот это выступление, но даже была там. И вот очень долго вспоминала, как же это называется. Поэтому немножко как раз расшатывает вот мозги. Он познавательный, и знать свою Подмосковью – это очень хорошо. Для меня, мне кажется, было нетрудно, потому что мы провели как раз для детей Дома дружбы целую программу по Подмосковью. И как раз все народные промыслы и даты, которые посвящены Великой Отечественной войне, мы все это проходили. Мне кажется, это помогло и нашим детям, которые участвовали в этом конкурсе отвечать. Мне лично точно помогло. Мне это интересно. Плюс я учусь, мало того, что я работаю в сфере культуры, я еще учусь в Московском государственном институте культуры. То есть, у нас была преподаватель, которая нас регулярно обучала, поэтому я решила проверить. Знаю ли я, запомнила ли ее курс, что-то такое. Ну и как результат? Запомнили? Я надеюсь. Не знаю, конечно, правильно или неправильно, но ответила вроде бы на все. И Виктория стала победительницей в своей категории. Итоги конкурса подвели сразу же. Для первого, второго и третьего мест подготовили призы. Это планшет и подписки разным номиналом на сервис электронных и аудиокниг. Еще все получили дипломы участия. Евгения Коломейц, Владимир Парфенов, Яков Глейзер, Пушкинское телевидение. Для коллектива театра моды «Фантазия» звание образцовый – награда за долгую работу. Уже почти 30 лет там учат шить и придумывать авторские коллекции. В Доме культуры имени Ленина в Красноармейске девочки не только создают удивительные костюмы, но и устраивают в них показы мод. Над какой коллекцией сейчас там трудятся, узнала наша съемочная группа. Театру моды «Фантазия» уже 28 лет. Здесь воспитывают юных модниц. В образцовом коллективе Дома культуры имени Ленина в Красноармейске девочек учат шить, вышивать, вязать, плести из бисера, а с прошлого года еще и дефилировать. Но обо всем по порядку. Мы решили посетить театр моды и узнать, как проходят занятия. Девчонки, расскажите, что мы сейчас делаем. Вот что ты делаешь? Я делаю новогоднюю звездочку. И эта звездочка будет украшать елку. За месяц до праздника ребята уже начинают подготовку. Кто-то делает такую игрушку, чтобы подарить маме. А кто-то хочет создать просто элемент новогоднего декора. Преподаватель предлагает девочкам бумажные шаблоны, материал, а дальше начинается творческий процесс. Но сначала повторение правил безопасности. Нельзя. Вставлять иголку в человека. Так. В одежду, да? Нельзя. Где должна иголочка храниться? В иголочке. Это домик, да, для иголочки? Правильно. Это занятие младшей группы. Здесь девочек с пяти лет учат основам шитья. Дети шьют по точечкам, как в прописях. Тем самым развивают свой глазомер. Запоминают, какой длины должен быть стежок, как прятать узелки и многое другое. В основном ребятам предлагают делать игрушки, а после наряды для них. А ты можешь рассказать, что ты сейчас прямо делаешь? Я делаю платье для моей куклы. А куклу ты, наверное, тоже сама сделала? Ну, мне помогали немножко. Покажи, какая чудесная кукла. И сколько ты ее делала? Я не знаю, несколько занятий. И трудно было? Не очень. А как вообще пришла идея сделать такую куклу? У нас есть книжки разные, но я дошивала свою первую куклу, потом начала шить эту. А как ее зовут? Единорог. У старшей группы программа сложнее. Там изучают технологию пошива одежды, проектирование и моделирование. Результат работы – готовая коллекция. Их уже в театре моды насчитывается более 50. Идей приходят спонтанно. Иногда отталкиваются от определенной тематики, иногда от предоставленного материала. Дарина Ватракшина уже 4 года ходит на эти занятия. Нам девочка рассказала, над какой коллекцией они сейчас работают. Стиль придумали руководители. Это как бы модница-огородница про пугало, которое на огороде тоже может быть красивым. Так что в этом платье элементы были дырки, растребность, бахрома. Вроде бы все. Сначала создается эскиз. Далее идет подбор материалов и само шитье. Во время отдельных этапов создания платья проходят примерки, после которых сразу становится понятно, где нужно что-то ушить или наоборот добавить. Здесь достаточно добрый коллектив. Преподаватели всегда тебя поддержат. И никогда мы не зацикливаемся на чем-то одном. Например, на одном занятии мы можем шить платье. Если мы на другом встаем, мы начинаем делать что-то другое. Также привлекает факт того, что мы не только шьем, также показываем то, что мы делаем. Но чтобы красиво все показывать, для девочек отдельно проводят занятия по дефиле. Искусству красиво и грациозно двигаться, ходить по подиуму учат самой младшей группы. Это способствует формированию, укреплению и развитию осанки. На занятиях, казалось бы, мы просто ходим, но даже красиво ходить, это нужно использовать столько мышц. И когда стоять даже в простой точке, в позиции, это очень сложно. И после этого девчонки приходят с болезнью в мышцах. Конечно, это все укрепляет. Это очень полезно для здоровья. Ну и вообще все подтягивается. Для девочек это очень здорово. Каждая находит в таких занятиях что-то для себя. Тем более, что некоторые девочки хотят связать себя с модельным бизнесом. И это первая ступень к их мечте. Это мне помогло быть более уверенной в себе. И помогло выручить немножко осанку, походку. Я занимаюсь в кружке уже 10-11 лет. И благодаря этому у меня есть хорошая походка, осанка. Я могу шить спокойно. Эти занятия дают нам очень многое. И каждая девушка уже может ходить на каблуках с раннего возраста. Участвовать в конкурсах, что раскрепощает очень сильно. Этот коллектив действительно очень хорошо помогает развиваться. Проработка коллекции, подбор музыки для выступления, репетиций. И вот какой результат. За все время существования Театр моды выпустил множество мастериц шитья. Некоторые продолжили заниматься этим профессионально. А для кого-то это был просто интересный опыт, который всегда пригодится в жизни. Преподаватели особенно радуют, когда к ним приводят своих детей уже бывшие ученицы. Одним из таких примеров стала Ульяна Чернова. Можешь сказать, почему ты ходишь в Театр моды? Потому что моя мама сюда тоже ходила. А тебе нравится? Да. Можешь рассказать, чем ты здесь занимаешься? Шивые игрушки. Преподаватели постоянно проходят различные курсы и совершенствуют свое мастерство. Как результат, ежегодное участие образцового коллектива в конкурсах и фестивалях не только Москвы и области, но и международных. Цель? Чтоб детям была интересна ваша цель. Чтоб они с удовольствием шли сюда. Чтоб они творили. Чтоб они горели. Чтоб они общались. Живое общение. Мы с Мариной Борисовной вообще юморные. Мы всегда знаем, что мы стремимся к модной одежде. Всегда в тренде, как сейчас говорят. И для меня Театр моды – это глаза детей, настроение. Вы видели, какие они у нас сегодня и веселые, и с желанием идут. Им хочется сделать все. Поэтому вот эта отдача заниматься с детьми – это, наверное, Театр моды. Мария Лихобабенко, Владимир Овсяников, Яков Глэйзер. Пушкинское телевидение. На этом у меня все. Следите за новостями округа на нашем сайте и в социальных сетях. С вами была Мария Лихобабенко. До встречи. Узнавайте самую свежую информацию о жизни Пушкинского городского округа в нашем блоке «Время новостей». Продолжение следует...